Ребята, всем привет! Сейчас я нахожусь на побережье Балтийского моря и вы можете спросить, Валентина, мы же и будем говорить вроде про Египет, про Шарм-эль-Шейх. Итак, хотелось бы сказать некоторое вступление, что видео было снято в конце 2021 года про Шарм-эль-Шейх и некоторые вещи сейчас уже могут казаться невозможными, а некоторые даже пророческими. И в комментах вы сможете написать, ребят, что для вас сейчас кажется чем-то таким, максимально уже кажется странным или необычным. Ну, а мы перемстимся в Шарм-эль-Шейх. Ребята, всем привет! Меня зовут Валентин. Добро пожаловать на канал Руки в ноги Channel. Сейчас мы с вами находимся одной из центральных торговых улиц в Шарм-эль-Шейхе, в райончике Нама-бэй. И сейчас здесь довольно-таки пустынно, но вечером эта улица оживает. Если театр, например, начинается с вешалки, то ваше путешествие, как правило, начнется с чего? С аэропорта. Добро пожаловать! И первое, наверное, не то чтобы разочарование, а мудрость пришла. Это якобы платные туалеты. Получается, что человек стоит возле туалета и говорит вам, что платный туалет 1 доллар или 2, это может быть женщина или мужчина, неважно, но туалет бесплатный. А этот человек просто стоит рядом и просит денег. Если вы живы, не знаете, и вам легко навешивать это на уши, то вы заплатите 1-2 доллара. Дело в том, что туристы просто не готовы к тому, что их сразу же по прилету начинают облапошивать или просить денег, а они, как бы, по незнанию их дают. Итак, окей, вы приезжаете в номер, вас заселяют на ресепшене. На какую задницу попали мы лично? То есть мы приехали, насмурыжили долго на ресепе, потому что было уже достаточно поздно. И в итоге есть такой момент, когда есть такая возможность, особенно в отеле. Вас привозят, показывают какой-нибудь страшный номер, вы смотрите такие, что за жесть, и вам предлагают, так, может, хотите поменять номер. В итоге вы такие, да, хотим поменять, что в нашем случае было. Идем осмотреть другой номер, но говорят, ну, знаете, ребята, за это нужно немножко доплатить. Нам предложили 20 долларов доплатить за номер, за лучший, за лучшее. Не самое лучшее, а просто лучшее. Вот в отдельном бунгало, вот в таких вот домиках, например, жить, окей. И потом мы договорились с чем-то, что мы переночуем в этом ужасе, который нас заселили, давайте в другой номер переселим. И сказали ищите Ахмеда. Ну, в итоге мы, получается, на следующий день пришли на ресепшен, позвали Ахмеда, а Ахмед был другой, уже нормальный сотрудник рецепции. И в итоге, что получилось, мы спрашиваем, ну, на какие там деньги. Он говорит, ну, на те, что вы договаривались. Нам приходят, забирают там, помогают наш багаж, потом помогают вещи отнести и дают бумагу, в которой мы подписываем, что это смена номера. Нам говорят, это просто смена номера, ничего страшного. А оказывается, что там в бумаге написано, что это бесплатная смена номера, пожалуйста, ничего не платите. Ну, мы, естественно, увидели это, прочитали, там не только на английском, но или на русском еще было написано. И в итоге мы даем 10. Он говорит, а вы договорились на 10, разве? Прям да, да, договорились на 10. Вот, и вообще тут написано бесплатная замена номера. Так что не надо лапшу на уши навешивать. Так, окей, ребята, чтобы вы знали, мы покупали сим-карты здесь. Вот, видите, Vodafone, да, вот мы здесь покупали их. Ну, про сим-карты я вам скажу отдельную байку. Мы пользовались Vodafone, сим-картами покупали себе интернет, потому что в отеле Wi-Fi, мягко говоря, говно. Скорость, подключение, вообще все эти дела. Мы решили, в аэропорту мы не будем это делать, потому что там большие очереди ждать там еще кого-то. И, в общем, дозабили на это. Но в итоге поняли, что, например, в аэропорту расценки такие, на интернет за 10 долларов 5 гигабайт, за 14 долларов 10 гигабайт интернета и прочее. Мы купили здесь 11 долларов за, по-моему, 4,5 гигабайта или там 4,800, что-то такое. 4,8 гигабайта. В других местах бывало еще и дороже. Vodafone здесь много, много кто продает эти сим-карты. Но по-хорошему, как я понял, если вы покупаете вот ее нулевую, эту симку, то вам ее оформляют на ваши документы, на паспорт. Если еще просто достают, возможно, на кого-то уже оформлено, есть такие схемы, чтобы это быстро делать. Но это никак на вас не повлияет, не бойтесь этого. Бойтесь другого. Тарификация здесь идет по интересной схеме. И это официально. Если вы... Какой ветер, я повернусь сюда, может. Если вы тратите свой трафик на, к примеру, переписывание в WhatsApp, как правило, только в WhatsApp, то расчет мегабайта идет потраченных 1 к дому. 1 мегабайт потратили, 1 к дому написалось. Если же вы, к примеру, будете пользоваться YouTube, пользоваться, к примеру, каким-то Chrome, Instagram и прочим, то у вас будут списываться мегабайты как 1 к 2. Потратили 500, списалось 1 гигабайт. Вы об этом не знали, рассчитали весь трафик на все дни, и успешно он у нас закончился. Ходили ругаться с этим торговцем, который продавал нам сим-карты, насчет того, что, парень, ты не говоришь о тех условиях, которые ты продаешь. Да, компания предоставляет такие условия. Водофон. И мы потом еще почитали об этом, что так и есть. Видите, поехали не очень подготовленные. Но такое вот правило. Они его используют. Срались мы с ним. В итоге пришли к тому, что он говорит, слушайте, вот вы покупали за 11 долларов, давайте вы заплатите 5, а я 6. И вот вам ваш интернет, пользуйтесь дальше. На этой цене он закончил. Но мы, короче, послали это все к черту и не стали там доплачивать. И как-то переписывались уже, например, в мессенджерах со своими, используя Wi-Fi в отеле этот ужасный. Так что, если увидите, что вам продают трафик 10 гигабайт или 20, не спешите радоваться, что вы столько же его получите. Получится меньше. То есть он будет расходоваться быстрее. Мы читали такие истории в нете, что ребята говорят, мы купили 20 гигабайт, нам было доступно только 10, ай-яй-яй. Симка использована, наверное, была уже на сне. Но не факт, что у вас. Возможно, дело в том, что трафик расходовался как 2 к 1, 1 к 2, вы меня понимаете. И все лишь дело в этом. Есть тот оператор еще Orange. Я встречал пару раз, на точках продают эти сим-карты. А девочки-аниматоры в отеле сказали, что пользуются, ну, одна из девочек, пользуются каким-то Wii. Не знаю, не видел нигде, не встречал, но, говорит, тоже дороговато. Делайте вы, да, дамы и господа. Окей, ребята, сейчас будет реклама в фикс-прайсе. Но не надо переключаться, не перематывайте, вы еще скажете мне спасибо. Реально. Получается, я хотел вам рекламу в фикс-прайсе, а получилась реклама тест-тура, да? Короче, ребята, по поводу сувениров. Мы ездили на экскурсию, на обзорную, и нас, естественно, завозили в всяким там местам, где показывали, купите сувениры здесь, купите кофе тут, купите масла там. Но мы уже побывали в фикс-прайсе, мы поехали на экскурсию не сразу, спустя пару дней, когда немножко облазили Шарм-эль-Шейх. И получается, что? В фикс-прайсе самые дешевые сувениры. С фиксированной ценой. Вам не надо ни с кем торговаться, если вы это не любите. Вам не надо что-то искать. Здесь все сувениры есть, здесь есть разные сладости, и они реально дешевле, получается, в 3-4 раза, чем в точке, куда вас могут завести. Потому что там на это рассчитано. И люди там покупают. Потому что, ну, могут банально не знать. Потому что не все, например, живут на Амабее, а в Дугефте, в других районах Шарм-эль-Шейха. А Шарм-эль-Шейх протяженностью, знаете, 40 километров, поэтому вы можете жить где угодно. И фикс-прайс есть в Хургаде, насколько я посмотрел по карте, он тоже там есть. Так что здесь вы можете купить все, что угодно. В принципе, какой-то текстиль такой базовый, знаете, можете здесь купить, повторюсь, сувениры, там, всякую еду. Мы были в разных магазинах, там, и в Сохо, и по Шарм-эль-Шейху гуляли. Реально цены отличаются в 3-4 раза. Но, когда я покупал, например, здесь себе свитшот, например, в другом магазине, здесь цена получается в... Здесь цена 13-15 долларов. И на рынке, в каких-то базарчиках, можете сторговаться тоже, да, этих денег. 13-15 долларов. Поэтому здесь, в этом плане, отличается. А вот еда и сувениры отличаются. Второй момент еще насчет шмоток, которые мы покупали. Мы пришли в сувенирный магазин. В одном я подбирал себе байку, именно ходил в Hard Rock Cafe байку. Цену сказали 25 долларов. В итоге мы с ним сторговались до 15, но мы решили еще посмотреть в другом месте. Приходим в другое место, там мне предлагают цену в долларах 45. Я ему говорю, чувак, ты просто сумасшедший за такие бабки. Говорю, я видел за 15. Он мне говорит, я не знаю, где за 15, где таких цен видел. Я ему говорю, пойдем посмотрим. Вот, я тебе покажу. Ну, он не хочет за эти деньги. Я ему предлагал вообще даже за 14. Мы в итоге уходим. Он там зовет типа своего босса. Они мне соглашаются за 15. Более-менее деньги, на самом деле, на которые я согласен. Я ее одеваю, меряю, все окей. Прихожу в номер, смотрю. Из-за плохого света я не заметил, что здесь слезала краска на рукаве. Видимо, из-за того, что она висела на солнце. Меня это, мягко говоря, расстроило. Я пошел к ним и начал разбираться. Я говорю, чувак, есть проблема. Ты продал мне говнотовар? Он говорит, а я, я там не заметил. Мы пошли к его типа боссу. Он говорит, я тебе поменяю, но за это надо доплатить 5 долларов. А мне пришлось ему немножко объяснить, что его сервис мне очень хороший. И то, что он мне говорит, что купить байку в другом месте за такие бабки невозможно, возможно. А в итоге он говорит, ладно, парень, а 2 доллара дай мне, поменяем. Я ему опять убедительно и настойчиво рассказывал, что я покупатель, ты продавец. Поэтому давай-ка не будем вот эти вот танцы вести тут между собой. В итоге он мне находит байку, ну там немножко другого размера, потому что у нее не нашлось точно того же. Я бы взял чуть-чуть больше. Это нормально для свитшота. И он мне дает ее так. Но в итоге немножко пришлось потратить нервов и включить его убеждения для того, чтобы это пришло в такие деньги. Я не очень люблю такие моменты, поэтому если вас там покупка сувениров немножко не устраивает в плане торговли, а вы не любите это, пожалуйста, идите в фикс прайс, купите все сладости и все такое. Но в плане свитшотов цену вы знаете. Вот за нами чувак сидит, он предлагает экскурсии, торгует. Вот здесь, например, всевозможного рода там квадроцикл видите. Все это продают, предлагают. И в нашем случае это сработало таким образом, что как только мы приезжаем сюда в отель, да и не только мы, все остальные туристы, вам назначают, как правило, встречу с отельным гидом. И он там вам хорошо, красиво, по порядку все расскажет, какая будет экскурсия, а сколько она будет стоить, куда вы поедете, что будет входить в стоимость. Я бы сказал так, что не торопитесь с выбором, ребята, подумайте пару дней или просто погуглите в Инстаграме или на Фейсбуке, просто в интернете экскурсии в Шар-Маль-Шейхе или в Хургаде, где вы будете. Дело в том, что, естественно, здесь на месте есть местные агентства, которые продают эти экскурсии. И цены отличаются от той, что вам могут, скажем так, предложить сразу же с отельным гидом, вам, горяченьким. Может отличаться в 2-2,5 раза, это реально. Вот, может не сильно отличаться, но все-таки будет дешевле. Вам могут сказать, что, ребята, вы, если купите, там вас обманут или что-то не будет не включено в стоимость или еще что-то могут вам сказать. Ну, поверьте, такое может происходить, вероятно, если вы не спросите, что же включено и что мне будет полагаться. Но, тем не менее, мы на своем опыте посмотрели, что торопиться не стоит. Послушайте, сделайте выводы и выберите подходящий себе вариант. Я думаю, вам будет приятно сэкономить какие-то деньги и привезти что-то домой своим друзьям. Здесь у меня, например, чувак стоит. Он сзади со мной решил поговорить, но так как мы проходим здесь уже раз в 10-й, я его просто уже начинаю игнорировать. Они хотят у меня спросить, откуда вы, как дела, там, с Новым годом. Они, в принципе, доброжелательные, приветливые ребята. Но, есть один нюанс, что вас отовсюду с этих лавочек будут зазывать и зазывают, приходи ко мне, посмотри, там, попробуй. Могут вам рассказать, как у него дела. Попробуйте что-то у меня. Давайте, я вам покажу, расскажу. То есть, как бы, вас психологически связывают они с собой и вам уже будет сложнее намного отказать, ну, если вы особенно не умеете говорить нет. Поэтому, если вам действительно это не надо, то можете игнорировать, можете сказать нет, спасибо, не надо. Самый большой вопрос. О, вон, вон фото, вон еще один чувак подскочил, тоже давай нам предлагать. Он, кстати, этот товарищ, помню, прям посреди дороги стоит, не дает тебя пройти, если ты его сам не обойдешь и будет говорить зайди ко мне, попробуй там, посмотри и прочее, прочее, прочее. Да, на самом деле чувствуется, наверное, что туристов здесь не так много, особенно, ну, днем, вот по вечерам я замечал уже какие-то даже толпы людей, коронавирус, знаете, все это. люди катаются, вакцинация, прививки, дело в свое дело. Но, тем не менее, как, например, я раньше возил в Прагу туристов на автобусе и было очень много людей в Праге, например, самой, просто толпы, тебя вот толпа несет, и никто не зазывал особо от тебя попробовать сувениры или что-то еще посмотреть у них, потому что, само собой, люди заходили. Ну, а здесь немножко чувствуется дефицит на самом деле. Некоторые отели мы видели заброшенные полностью или частично заброшенные корпуса. Ну, значит, ребята, зашли мы сейчас в сувенирный, чтобы посмотреть себе, соответственно, арафатку, такую, знаете, клетчатую, клетчатый платок такой для всевозможных сафари там берут. Вот мы взяли домой, прикупили, и тут уже нас встречают, говорят, друг мой, ты у меня первый раз в магазине, мне очень приятно, кофе, чай, что ты хочешь, пока тебе там пакуют все, тебе кофе, там сок какой-нибудь туда-сюда, рассказывают про свою семью, кто откуда. Очень часто, кстати, с Каира ребята приезжают, потому что там город-миллионник, там 30 миллионов человек в Каире, всего Египте, сейчас на декабре 2021-го 110, они туда приезжают, ну, оттуда приезжают, сюда на работу. Так вот, с тобой говорят, рассказывайте про свой бизнес, дают попробовать парфюм какой-то, если есть у них, например, или какие-то еще вещи, и ты, ну, хочешь, не хочешь, что-то еще попробуешь, посмотришь, что-то прикупишь. И тактика, в принципе, и эта тактика на счастье работает. То есть, ребята, они, ну, не злые, такие нормальные, в принципе, здесь подтягивают много языков, но, не очень нравится, например, какая-то навязчивость, которая порой перебарщивает. Хотя, некоторые ребята, парговцы, в этом плане нормально себя ведут, достаточно. И, это, так сказать, лелеет душу. Короче, сейчас мы уже под вечер на пляже. Тут достаточно уже пустынно в это время, потому что почти пять вечера, скоро будет закат. Соответственно, по, скажем, местным правилам после заката купаться нельзя. Пляж закрывается, все, ребят, это баста законно. Видите, вот море, и там практически никого нет. Вот, по пляжу, так же, как вот мы сейчас идем, прохаживаются всевозможные торговцы, всевозможные торговцы, купцы разными прибамбасами, такими, как наборы монет сувенирных, всевозможные карты рыбок, какие-то, например, чехлы для телефона, ну, самое такое популярное продают. И они тоже предлагают вам изначально за высшую цену, потому что торговаться дело чести здесь, я так понимаю, дело правила хорошего тона. И, соответственно, вот мы покупали набор монет сувенирных, вот, мужчина занимается спортом. Покупали набор монет сувенирных, то есть те, которые отчасти уже вышли из обихода или те, которые где-то есть здесь. Приятный такой наборчик. Изначально предлагали его за 7 долларов мне купить. Я говорю, друг, 7 долларов, здесь набор из этих монет, ну, они не то, чтобы совсем вышли из обихода, но они по своей стоимости, там, доллар, может, какой-то, 2 наберутся. В итоге, он мне сказал, два набора за 10, то есть каждый по 5. Потом получилось, что за 4 предлагал мне, я ему говорю, 2 доллара, давай, друг, хорошо. Потом он говорит, нет, это не очень хорошая цена для него, и ушел. Потом что-то он разворачивается, потом меня окликает и говорит, ладно, говорит, мой френд, там, best price for you today, 3 доллара. Ну, я думаю, ладно, как бы 3 доллара, так 3 доллара уже, как бы небольшая разница. И взяли за 3. Вот, въездили еще в один магазинчик, заехали в Сохо, это такой, ну, типа, лакшери, что ли, райончик, чистенький, аккуратненький, много магазинов, там в одном из магазинов был такой набор за 6. Ну, как бы в Сохо, это, наверное, ожидаемо. Так что, торговаться, торговаться, еще раз торговаться. Со временем к этому, наверное, даже привыкаешь. Получается, вот у нас тут Борчелло находятся. И какие-то бары могут быть бесплатные по все включенному, например, а какие-то платные. один бар у нас платный. И как-то на один из баров я этих платных подходил, говорю, дайте мне воды, кипятка для чая. И чувак такой говорит, один доллар. Блин, и меня уже к этому моменту начинало немножко напрягать то, что еще что, там дай доллар, дай два, дай, дай, дай. Но потом я немножко начал уже злиться на это. И в итоге чувак говорит, ну, я пошутил, я очень люблю много шутить, шутка, шутка, вот, на, тебе кипяток, чайку хотел себе заварить. Но, как говорится, чтобы быть честным, надо сказать, что я с этим товарищем сегодня вот общался, ну, спустя где-то дня три после этого случая общался с ним. И мы с ним здорово поговорили, я спросил, откуда у него семья, где он живет, как долго здесь работает, сам он, кстати, с Каира. И он нормально так со мной поболтал, даже кофе мне просто предложил, сделал, в чашечке, все аккуратненько. о чем это говорит, о том, что когда вы говорите с ними о их семье, узнаете, откуда они, как они, то есть узнаете, как у них дела, отношение совершенно другое у них будет к вам складываться, и вы с ними можете хорошо и мило поболтать. Поэтому не бойтесь этого немножко, так сказать, упрочнить ваши дружеские отношения с персоналом, который всегда спрашивает у вас, как у вас дела, вы можете в ответ тоже спросить, а как у вас дела, откуда ты, и увидите, как меняется отношение к вам. Сейчас наступило время для самой классной истории, когда нам предложили очень дорогие вещи. Мы ездили на одну из экскурсий, и нас там завезли на завод по производству масел. Ну, как завод, это такое небольшое двухэтажное белое здание, там на вас навешивают ленточки разных цветов, то есть гид приезжает с автобусом, вам навешивает цветную ленточку. Говорят, что по этой ленточке, ребята, вам 50% скидка. Вы заходите, мы заходили, рассказывают про эти масла, для чего они, там, тыквенное масло, масло эстмина, какое жужуба масло, какие-то всевозможные парфюм, что все известные бренды закупают парфюм в Египте, и делают из них потом люксовые духи, которые вы покупаете в магазинах, и предлагают вам приобрести. В принципе, информация была интересная, которую нам преподносили, и, например, да, было бы полезно какое-то даже масло попить. Мы не собирались покупать никакое масло, но нам было интересно посмотреть, что это и почем же стоит, тем более, так вот рекламируют. В итоге мы поднимаемся на второй этаж, там продают эти масла, натуральные у них сертификаты, все как надо, прям, ну, фермерское производство, я бы даже так назвал. Получается, что нам рекламировали масло черного тмина и бутылка литровая стоит 180 долларов, но только сегодня и только для вас скидка 50% по вашей леночке, 90 долларов, покупайте. Мы немножко прифигели, решили посмотреть, что же там дешевле, ну, самое дешевое или подешевле есть. В итоге получилось, что самое дешевое уже со скидкой масло стоит там 15 долларов. 15 долларов, то бутылочка как сироп от кашля, я думаю, все вы понимаете, о чем я говорю. Ну, есть, например, мыло по 2-3 доллара или какой-то чай. Кстати, попробуйте смешать крокодэ с кокосовым молоком. Нам давали пробовать, оно было немножко сладенькое, само по себе, очень классно. Но, тем не менее, например, купить пачку чая, 100 грамм, лемонграсс или крокодэ стоит 7 долларов со скидкой. Но если купите 5 пачек чая, то вам будет 25 долларов. То есть, 500 грамм чая 25 долларов. Мы такие посмотрели, что это, ребята, как бы не очень дешево. И, естественно, я думаю, вы понимаете, что ленточки вам вешают не для того, чтобы 50% скидку давать, да, то есть, а для того, чтобы понять, какой гид привел каких туристов. И там уже возможно вести какие-то взаиморасчеты. И также можно сказать, что все эти цены, которые указываются, а потом вы якобы их делите на пополам, это тоже эффект якоря, о котором я вам говорил. Вы видите одну цену, потом типа цена меньше, вы такие, да, я покупаю выгоднее. Сплошь и рядом вы видите это в магазинах, например, на каких-то распродажах. Когда цена, например, сейчас стоит special offer, 100 долларов джинсы стоит, красная цена, а под ними отклеиваете там те же 100 долларов, только обычная цена. Вывод здесь такой, что, естественно, все хотят ваши денежки, потому что это туристический город, он настроен на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы предлагать вам услуги, настойчиво или не очень, давайте вам попробовать, чтобы вы притерлись душой, посмотрели, прикупили что-то. Ну, моя, наверное, рекомендация такая будет, что не торопитесь, посмотрите, дайте себе пару дней на это и возьмете, скажем так, то, что вам по душе, по карману и по деньгам. И, кстати, если вы не хотите ехать на какие-то экскурсии, да, не надо говорить, что, ну, завтра я подумаю или давай позже, если вы действительно не собираетесь покупать. Говорите нет. Большая вероятность того, что к вам больше не будут подходить, потому что у нас один тут парниша ходит, предлагал всякие нам ужины там в 7 вечера и прочее, ну, какие-то, знаете, за, ну, за какие-то деньги. так как мы кушаем тут в принципе достаточно, то мы говорили ему нет. Так сказали, наверное, раза три нет и больше он к нам не подходил. Окей, ребят, мы подошли к концу, над нами опять пролетает самолет. Окей, какие же выводы, ребята, всего из этого можно сделать? Выводы такие, что Шарм-эль-Шейх это курортный город, все здесь хотят заработать свою денежку на вас, как туристов. Поэтому, если вы покупаете какие-то услуги, уточняйте, что туда входит. Что вы получаете за эти деньги? Окончательная это цена или нет? Например, если это касается каких-то экскурсий, вы покупаете ее, например, за 20 долларов, ну, особенно где-то в каком-то непонятном агентстве на улице, например, то спросите, что сюда входит? Может, нужны будут какие-то дополнительные услуги? Потому что бывает, что покупаете от оператора, вам говорят, сюда все входит в стоимость. Однако, да, есть еще другие турагентства, которые продают местные те же самые услуги экскурсии, все включено за те же самые деньги. Окей. Следующее правило, о котором говорил местный гид, это касается вещей. 7 раз проверь, 1 раз купи. Это касается качества. Я, например, напоролся так, когда покупал свитшот, поэтому стоило не торопиться, а проверить лишний раз. Проверяйте, смотрите внимательно и не торопитесь. Если же вы, например, что-то покупаете, к вам проникаются доверием, вас угощают чем-то, да, и как-то настойчиво, навязчиво или ненавязчиво предлагают какие-то еще там услуги, что-то у них купить, но вы не можете говорить нет, не стоит проникаться чувством вины, что он открыл мне душ, да, он мне угостил, а я ничего не покупаю. На самом деле, гостеприимство здесь, оно завязано в их культуре. И угощать вас чем-то у себя дома, это нормально. То есть вы как гость. И если же вам не очень удобно говорить нет, потренируйтесь. Можете встать перед зеркалом и сказать нет. Это всего лишь три буквы. Один вывод меня Оксанка сейчас посоветовала. Везите корм для котиков, потому что мы, например, живем в отеле, в котором есть очень много котиков, что неудивительно, так же, как, например, в Турции или на Кипре, да, или на Мальте даже. Мне кажется, в мусульманских странах или там, где арабское население, можно так сказать, котиков очень любят. Да, везите корм с собой для котиков, кормите котиков. Но самое главное, что я хотел сказать о том, что, услышав все то, что я вам сказал, не стоит бояться въехать или отдыхать. Просто держите в уме, какие могут быть нюансы. Я называю это именно нюансы, потому что это все стоит, это можно как-то обойти, если вы знаете об этом заранее. О некоторых вещах я знал, о некоторых не знал и сам натолкнулся. Поэтому, ребят, хорошего вам отдыха, отдыхайте, загорайте и будьте довольны своим отдыхом. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok